Благовещенцы, наконец-то настали теплые деньки. Самое время что делать? Правильно, ехать на природу. Хорошо, что у меня друзья по большей части представители сильной половины человечества. Быстро и по-мужски все организуют, а я приеду и буду наслаждаться. Вон звонят, наверное, уже все готово, а я бессовестная опаздываю. Алло. Даш, ну мы тут так-то подумали, завтра на работу, может лучше попозже поедем, а? Я вам дам попозже. Отказов не принимаю. Да. Я не могу выбрать мясо, может лучше сосиски пожарим? Да. Я, наверное, не поеду, мне что-то лень. Мужики вы или кто, а? Отставить мне отдых портить. Все сама организую, всем стоять в назначенном месте, стоять и не двигаться. И это, с вас мангал. Ну вот так всегда, собрались тряпки, что бы вы вообще без женщин делали? Ну ничего, все сама, своими хрупкими ручками. Привезу я вам всю вкуснятину, а вы уж будьте добры, пожарьте. Я за шашлык душу продам. Уверена, что большинство благовещенцев со мной солидарны. Только вот не все, собственно, как мои друзья, умеют с ним обращаться. Даже в разновидностях и маринадах его драгоценного мало что смыслят. На шашлык лучше брать свинину, шейную часть. Это самое мягкое мясо. Популярны четыре вида маринадов. Капри, по-грузински, по-кавказски, сырно-сливочный. Состав капри – это красное вино, базилик, соль, специи, растительное масло. По-грузински – гранатовый сок, чеснок, базилик, соль, специи. По-кавказски – хмели, сунели, на томатной основе, жидкий дым, соль, специи. Сырно-сливочный, сырная крошка, базилик, растительное масло, соль, специи. Даша с каким-то пакетом пришла. Это не просто пакет. А то тоже мне устроились. Кто из нас тут хрупкая, ранимая девушка? Вот поэтому я и не женюсь. Да ладно вам, я на самом деле добрая. Забочусь, сосисок вам для жарки привезла, чтобы вы тут голодные, не плакали. Вам нужны силы, чтобы приготовить для меня центровое блюдо. Кстати, о нем. Само слово шашлык образовано от крымско-татарского шиш – вертел. И шилык, по-турецки – вертеть. Не хухры-мухры в общем. Благовещенка, ты знаешь, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок? Тогда ты просто обязана знать, как правильно приготовить шашлык. Вот поэтому я и не женюсь. Нанизывать мясо нужно вдоль волокон. Мелкие куски с краев побольше в серединку, туда, где самый жар. Между кусками, по желанию, благовещенец, можно надеть баклажаны, томаты или кольца лука. Оптимальное расстояние от угля до мангала – 15 сантиметров. А самый правильный мангал в этом вопросе – чугунный. Шампуры нужно укладывать вплотную друг к другу сплошным потоком над углями. Тогда дым не уходит, а коптит мясо. Также, чтобы твой долгожданный шашлык, благовещенец, не оказался суховат, поливай его при готовке маринадом или просто чистой водой. Настоящие специалисты в этом деле – восточные люди – поливают шашлык при готовке вином. Используют они красные сорта. Самой лучшей травой к шашлыку была, есть и будет кинза. Помимо того, что это классика жанра, так еще и невероятно полезна. Доказано, что кинза очень полезна для работы всего пищеварительного тракта. Помогает при гастритах и язвах, а значит, окажет смягчающее действие при усвоении тяжелого жирного мяса. Ань, поели? Хорошо все? Поехали, нам в город нужно возвращаться. Мы сегодня идем с тобой на выставку кошек. Вот поэтому я и не женюсь на тебе. Дарья, дежурная парубрика.